Я очень рада, что в нашей программе принимают участие музыковед и пианист Александр Великовский. Рада, что вы согласились рассказать немного о творчестве замечательных музыкантов и композиторов. И сегодня мы услышим это на примерах, и нам будет более понятно творчество Тахманинова и Прокофьева. Тахманинова Сергея Васильевича Рахманинова можно смело назвать самым колокольным композитором XX века, и, может быть, вообще самым колокольным композитором, потому что колокол для него это больше, чем тембр. Колокол для Рахманинова это символ его страны, это символ его родины, это его душа. Собственно, колокольным звоном насыщена вся его музыка, начиная от самых первых его прелюдий и заканчивая последним симфоническим полотном симфонические танцы. Я покажу некоторые примеры колокольности и как раз посмотрим, насколько широк спектр этой колокольности у Сергея Васильевича. Вот его первая прелюдия. Первая и, так уж получилось, самая популярная. Эта прелюдия имеет кодовое название «it», по-английски значит «это» или «она». Когда Рахманинов приезжал в Америку, когда он концертировал на бис, он всегда играл эту прелюдию, ему приходилось играть, потому что без этой прелюдии его никак не отпускали. И просто ему говорили «please play it», то есть давайте сыграем эту, пожалуйста, сыграйте эту, эту. И все понимали, о чем речь. Рахманинов даже очень обижался, говорил «ну, я же написал столько хорошей музыки, у меня столько замечательных других прелюдий нет», все хотели, чтобы он играл именно эту. Почему же так все полюбили именно эту прелюдию до диез минор? Его первую прелюдию, которая написана была им сразу после окончания консерватории. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Америку! Добро пожаловать в Америку! Вот как мог 19-летний, по сути мальчик, выпускник консерватории московской, так прочувствовать, так прочувствовать трагизм, который несет колокольный звон, так предчувствовать будущие катастрофы, будущие катаклизмы, которые вскоре обрушатся на его родную страну и которые вскоре побудут его уехать и уехать навсегда. Что представляет собой эта прелюдия? Здесь явно слышатся два пласта. Первый пласт – это мотив судьбы, мотив непреклонной судьбы. Вот он в басах. Эта интонация повторяется здесь много раз. Всего три ноты. Но звучат очень угрожающе, остенатно и неизбежно. Это то, чего не избежать. Архманинов – фаталист. Он верит в то, что судьба предопределена, и изменить ее невозможно. Верхний пласт представляет собой колокольный звон. Колокольный звон, который пытается как-то рассеять этот мрак, противостоять этому мраку. Но властная судьба непреклонна. Вот из этого противостояния вырастает конфликт. Конфликт неизбежный, который в средней части превратится в некий более драматичный поток. Субтитры создавал DimaTorzok И вот в репризе, это кульминация всей этой прелюдии, Уже колокольный звон в репризе пронизывает все пространство, затмевает все. И тема судьбы разрастается до невероятных размеров. Субтитры создавал DimaTorzok Вот причины популярности этой прелюдии. Потом у Рахманинова будет много разных колоколов. Конечно, одно из самых известных произведений Рахманинова – это второй фортепианный концерт. Композитор Николай Мэттнер сказал о нем так. Видно, что во весь рост поднимается Россия. Вот как он звучит. Субтитры создавал DimaTorzok И начинается тема. Но у Рахманинова есть и другие колокола. Вообще колокольность Рахманинова очень разная. Колокола у Рахманинова не только настороженно трагические, но бывают и вполне светлые. Субтитры создавал DimaTorzok Пасхальные колокола, радостные колокола, ликующие колокола. Рахманинов рассказывал, что впервые колокольный звон он услышал, когда бабушка водила его на службу в Новгородский Софийский собор. Он, как известно, жил и родился недалеко от города Новгорода, где есть замечательный, очень красивый, один из самых древних русских Софийских соборов. И вот там он впервые услышал колокольный звон и запомнил четыре ноты, четыре ноты, которые издавали колокола. Эти четыре ноты он воплотил в той же фортепианной сюите, в третьей части, которая называется «Слёзы». Субтитры создавал DimaTorzok Наконец, у Рахмайнова есть и ещё один вид колоколов. Это колокольчики. Маленькие колокольчики, бубенчики, которые вывешивались на лошадей, на тройку лошадей и сопровождали езду. Эти бубенчики ещё издавна считались символом оберега. Они оберегали от недобрых злых духов. Вот одна из его прелюдий. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот они, эти бубенчики, которые в правой руке звенят бубенцы, мчатся сани. А в левой руке одновременно с этим звучит широкая, длинная, распевная мелодия. Образ русской дороги, широкой, длинной, бесконечной русских просторов. А может быть, это песнь емщика, медленная, грустная, заунывная. И такие колокола тоже есть у Сергея Васильевича. КОНЕЦ